Приветствую вас. Я думаю, что вся эта история выглядит так, ну, как будто вы пытаетесь человека, знаете, спасти. И вот вся эта история выглядит, то есть, примерно так, что вы пытаетесь спасти человека от него самого, да, пытаетесь как-то вот, ну, просто пытаетесь спасти, в общем, его. Вот, и, естественно, у вас особо ничего не получается, потому что в отношениях, где существуют спасители, и в отношениях, где существует тот, кого нужно спасать, ну, всегда есть такая вот трудность, всегда есть такая проблематика, вот, что другой человек выступает своего рода, ну, своего рода, как вам сказать, принимающий страной, своего рода принимающий страной выступает человек, и ничего, короче, из этого не получается. То есть, мне кажется, что свою проблему, именно, именно свою проблему, проблема того, что вы не чувствуете себя девушкой, вот, мне кажется, что свою проблему вы пытаетесь решить краски за счет человека, вот, за счет, именно за счет него, именно за счет изменения его, именно за счет изменения его отношения к вам, вот, вы надеетесь решить свою проблему, хотя это, ни в коем случае ваши проблемы не решить, потому что, то, что вы себя не чувствуете девушкой, это не связано с отношением к вам, молодого человека, а это связано именно с тем, как вы к себе относятся, как вы себя воспринимаете, и так далее, к сожалению. Вот, я, конечно, не знаю, насколько вы готовы это принять, я не знаю, готовы ли вы сейчас это принять, но, тем не менее, тем не менее, видите ли, даже если у молодого человека есть проблемы, то эти проблемы, ну, вы для него решить не можете никак, и ему, если он видит в этом, в этом проблему, можно и нужно обратиться самому к психологу, и психолог именно поможет ему преодолеть все трудности, которые у него есть. Вы сами, вы сами, сделать в этой ситуации не можете ничего, потому что проблема, это именно молодого человека, а не ваша. Вот. С другой стороны, мне кажется, что есть некая проблема с самооценкой у вас, вот, ну, потому что вы как-то вот позволяете мужчине вас бросать, позволяете мужчине вот так себя вести, а с вами, мне кажется, что такое поведение, оно неприемлемо вообще в любом случае, вот, то, что вы терпите до сих пор, то, что вы терпите до сих пор, ну, такое вот отношение человека к себе, да, это, на мой взгляд, это, о чем-то говорит, на мой взгляд, это говорит именно о том, что вы либо в нем человек, я имею в виду, то, что вы, например, чересчур, например, сильно нуждаетесь, вот, либо вы, если чересчур человека нуждаетесь, либо вы боитесь остаться заодно, вот, либо вы считаете в глубине души, что вот такого отношения, отношения, в которых вы не единственная, вы достойны. Хозяин, конечно, конечно, безусловно, безусловно, нет, не так, и быть так это, в принципе, не может, потому что вы достойны, ну, только самого лучшего, вы достойны быть единственной в жизни, ну, в жизни мужчины, вот, и то, что этого не происходит, на мой взгляд, кажется, ну, кажется проблемой, то есть этого не происходит, потому что вы так не считаете. Вот. И мужчина, мужчина, он, вероятно, это чувствует и ведет себя с вами так, из-за того, что вы, вот, пытаетесь его понять, из-за того, что в какой-то степени вы его жалеете, в какой-то степени вы пытаетесь относиться к нему с пониманием, хотя это нужно и полезно далеко не всегда, далеко не всегда это нужно, далеко не всегда это полезно, вот. Но, тем не менее, это происходит, тем не менее, вы это делаете, и, в общем-то, вредите вы и себе, потому что терпите то, что вам не нравится, и не решаете свои проблемы, которые у вас есть, и вредите ему, потому что подкрепляете его, ну, его такую вот модель поведения, которая не принесет ничего хорошего, а только лишь еще больше отдаляет его от нормальных здоровых отношений. Вот. Так что, в целом, в целом, я думаю, вот именно так можно ответить вам на вопрос. Вам я рекомендую почитать про треугольник Карпмана, вот, в интернете есть описание, ну, собственно, данного типа отношений, отношений, данного типа, созависимых отношений. Вот. Я надеюсь, искренне надеюсь, что, прочитав это, вы будете как-то лучше понимать то, что происходит между вами, лучше понимать то, что происходит с вами само и, возможно, вы потихонечку придете к тому, чтобы брать ответственность за ваши, например, желания, за ваши чувства, за ваши эмоции, за ваши переживания, вот, и не перекладывать ответственность на молодого человека, потому что сейчас именно вот то, что она определяет, что вы не чувствуете себя девочкой. Вот. Да. Еще раз повторю, девочкой вы себя, как бы, ну, чувствуете вне зависимости от того, того, находитесь ли вы с мужчиной в отношениях или, соответственно, нет. То есть, в этот момент его, ну, на мой взгляд, его нужно понимать. Вот. А вот, в принципе, в принципе, то, что можно ответить вам на вопрос, который вы задаете. Я надеюсь, что это было для вас полезно. Жалко, что вы не написали, сколько вам лет, да, ну, это, могло бы, конечно, помочь в создании психологического портрета, ну, вот именно, именно вашего. Но, к сожалению, вы этого не написали, жалко, вот. Ну, я надеюсь, что на индивидуальных консультациях с психологом вы раскроете и раскроете более подробно информацию о себе. Почему нужна информация о себе? Потому что те ваши общие интересы, которые могут быть, вот, неиздеваемые, которые могут стать подспорьем для выстраивания отношений, более гармоничных, более искренних, более таких, позитивных, более искренних, может быть даже, вот. Они кроются именно в том, что вам нравится по жизни, что вы считаете важным для себя по жизни, что вы считаете ценным для себя по жизни. И потому отсюда вытекает достаточно, ну, такая, на мой взгляд, простая, я надеюсь, истина о том, что чем лучше, больше вы обратите внимание на себя, чем тем больше шансов, что у вас, молодым человеком, получатся именно те отношения, в которых вы, именно вы достойны. Вот. Возможно, это является одной из проблем, то, что вы, по сути, пытаетесь сделать для него всё, вот именно для него, вы понимаете, сделать всё, но при этом вы практически полностью игнорируете себя, практически полностью вы игнорируете, там, ну, свои желания, вот, свои стремления, свои эмоции, свои вот, так что, вот, примерно, таким, может быть, вам ответ дан, с моей точки зрения, с моей позиции. Я надеюсь, что это было для вас полезно, если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку. В качестве лучшего я искренне желаю вам всего самого доброго, удачи, я надеюсь, что ситуация ваша разрешится самым лучшим образом. Я надеюсь, что вы обретете в этой ситуации себя и не потеряете ни свою личность, ни молодого человека, с которым вас связывают отношения. Вот. Я вам желаю всего доброго, ещё раз, и удачи.